Наступательная война. Самыми серьезными опасностями, как на войне, так и в жизни, грозят непредвиденные ситуации. Люди реагируют не так, как вы ожидали. Внезапные события путают ваши планы и вносят сумятицу. Возникают непреодолимые обстоятельства. В стратегии этот зазор между тем, чего вы ожидаете, и тем, что на самом деле происходит, можно назвать неувязкой. Идея обычной наступательной войны проста. Первым — атаковать противника, нанести удар по уязвимым точкам, перехватить инициативу и не позволять ему продвинуться. Все это позволяет вам быть хозяином положения, создавая собственные условия. Прежде чем успеет возникнуть какая-либо неувязка, нарушая ваши планы, вы переходите в наступление, и под градом непрекращающихся ударов у противника возникает такое количество неувязок, что он попросту потерпит крах. В такой форме ведения боевых действий прибегали известнейшие полководцы всех времен. О секретах успеха кроется в точном соотношении стратегической мудрости и отваги. Стратегическая составляющая проявляется в планировании, поставить общую цель, выработать пути ее достижения, обдумать весь план до мельчайших деталей. Речь здесь идет об умении мыслить в масштабах кампании, а не отдельных боев. Это подразумевает, в числе прочего, знание сильных и слабых сторон противника, позволяющее направлять удары в самые уязвимые точки. Чем детальнее ваш план, тем увереннее вы будете чувствовать себя, вступив в бой, тем легче будет не сбиться с курса, когда начнут возникать неизбежные сложности. Однако, когда дело дойдет до атаки, нужно бить неприятеля так вдохновенно и отважно, чтобы сразу смять его, обратить в бегство, не позволяя перейти в наступление. Следующие 11 глав призваны ознакомить вас с этой высшей формой военных действий. Это поможет вам переосмыслить свои желания и цели и организовать их в более глобальную структуру, назовем ее долгосрочной стратегией. Вы научитесь видеть насквозь соперников и их секреты. Вы узнаете, что серьезный подход к разработке плана позволяет атаковать стремительно и неожиданно, что особые маневры, удары с флангов окружения и стили атаки, удары по центрам тяжести, вытеснение противника на наиболее невыгодную для него позицию, блестяще оправдывают себя не только на поле сражения, но и в жизни. Наконец, эти главы продемонстрируют, как довести кампанию до победного конца. Без яркого завершения, соответствующего вашим основным целям, все, что вы проделали, не будет иметь никакого смысла. Овладение многочисленными приемами наступательной войны придаст неизмеримо большую мощь любым атакам в вашей жизни. Глава 12. Проиграй битву, но выиграй войну. Долгосрочная стратегия. Многие из тех, кто вас окружает, являются стратегами, стремящимися к власти. Каждый лоббирует собственные интересы, причем нередко за ваш счет. Ежедневные сражения, которые приходится с ними вести, заставляют вас упустить из виду ту единственную вещь, которая только и имеет значение, конечную победу, достижение цели, прочную власть. Долгосрочная стратегия — искусство просчитывать результаты и видеть на несколько ходов вперед. Для этого необходимо сконцентрироваться на главной цели и составить план ее достижения. Вам предстоит научиться предусматривать различные возможные варианты и долгосрочные последствия своих ходов. Вы не даете волю чувствам, не срываетесь, держите себя в руках, а ваши действия становятся более тонкими, продуманными и эффективными. Пусть другие, втянутые в круговерть битвы, радуются своим мелким победам. Вам долгосрочная стратегия принесет окончательный результат. Вы посмеетесь последним. Великая компания Александр, 356-323 годы до н.э., рос при Македонском дворе, и здесь его считали довольно странным молодым человеком. Он обожал обычные мальчишечьи забавы, охоту у лошадей, войну. Во многих битвах он сражался рядом с отцом, Филиппом Македонским, и не раз доказывал свою храбрость и доблесть. Но юноша также увлекался философией и литературой. Его учителем был великий мыслитель Аристотель, под влиянием которого Александр полюбил беседы о политике и науке, и научился взирать на мир бесстрастно. Влияла на него и мать, Олимпиада, женщина, склонная к мистицизму, во всем ищущая знаки и приметы. У нее были необычные видения, связанные с рождением Александра, и указывающие на то, что он будет править миром. Она рассказывала о них мальчику, вдохновляя его историями об Ахилле, легендарном предке ее рода. Александр боготворил мать, отца же он не любил. А к ее пророчествам относился совершенно серьезно. С ранних лет он держался с таким достоинством, как будто и впрямь был кем-то большим, нежели просто царский сын. Готовность — это все. Решимость неразрывно связана с осторожностью. Если человек внимателен и постоянно на чеку, ему не приходится беспокоиться или тревожиться. Если он бдителен, даже тогда, когда опасности нет, он во всеоружии и не пропустит приближение опасности. Ему нечего бояться. Умный человек всегда присматривается даже к тому, чего он еще не видит, и чуток к тому, чего он еще не слышит. Поэтому с легкостью переносит трудности, как если бы их вовсе не было. Если торжествует разум, страсти отступают. Гельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкование книги «Перемен», 1967 год. Александра растили как преемника Филиппа. Ему предстояло унаследовать царство, которое за время правления его отца заметно выросло. Филипп, к тому же, сумел существенно укрепить македонскую армию, сделав ее самой сильной во всей Греции. Он победил Фивы и Афины, он объединил все города-государства, за исключением Спарты, и создал Коринфский или Общеэллинский союз, во главе которого стоял. Это был могучий владыка, наводящий страх на подданных и врагов. В 336 году до н.э. Филипп погиб от руки обиженного на него приближенного, аристократа по имени Павсаний. Усмотрев в гибели царя знак того, что некогда могущественная Македония пошатнулась, Афины объявили, что выходят из союза. За ними последовали и другие города-государства. Теперь северные племена грозили вторжением. Практически за одну ночь империя Филиппа начала разваливаться. Когда Александр взошел на трон, ему было лишь 20, и многие считали его неготовым для этой роли. Учиться было между тем некогда. Македонские военачальники и политические лидеры должны были взять юного царя под свое крыло. Они советовали ему не торопиться, сначала укрепить свое положение в армии и стране, а затем же постепенно возрождать союз, действуя принуждением, силой и хитростью. Именно так поступил бы сам Филипп. Александр, однако, не слушал наставлений и советов. У него был иной план. По крайней мере, все свидетельство было именно об этом. Не давая своим врагам, как в Македонии, так и за ее пределами, времени собраться и сориентироваться, он направил войска на юг и, совершив ряд стремительных маневров, вновь захватил Фивы. Следующим шагом Александра был поход на Афинян, которые, опасаясь суровой кары, предварили его нападение и, моля о пощаде, сообщили о решении вновь присоединиться к союзу. Александр милостиво исполнил их просьбу. Эксцентричный юный правитель оказался решительным и непредсказуемым. Он нападал, когда никто этого не ждал и в то же время проявил неожиданное милосердие по отношению к Афинам. Его намерения было трудно разгадать, но первые же действия, совершенные по вхождению во власть, сделали многих его горячими приверженцами. Следующий его поступок, однако, был еще более странным и вызывающим. Вместо того, чтобы закрепить успех и начать заниматься упрочнением нестабильного пока союза, он предложил выступить против Персидской империи, злейшего врага Греции. Лет за 150 до описываемых событий персы пытались захватить Грецию. Тогда это им почти удалось, и с тех пор они спали и видели повторить попытку и добиться на сей раз успеха. Постоянная персидская угроза держала греков в напряжении. Могущественный персидский флот тормозил развитие их морской торговли. Продолжение следует... Продолжение следует...